Хоть в фестивале называется «Кубанский борщ», умение готовить участникам здесь не понадобится. А вот ловкость и реакция нужны, так как это соревнования по фризбе с летающей тарелкой. В этом году заявлено 120 участников и 10 команд. «Кубанский борщ» – он интересное название для запоминания, яркое для, может быть, каких-то плакатов, баннеров. Потому что сейчас уже в «Алтимат-тусовке» все называют «Ну, поедем на борщ, поедем на борщ». Все уже знают. Кубанский – это география, то, что это у нас здесь местная. Борщ – просто классно, ярко и вкусно. «Алтимат» отличается от традиционных игровых видов спорта. Не столько тем, что спортивным снарядом является летающий диск, сколько лежащими в основе игры принципами честности и взаимоуважения между игроками. Нарушения на игровой площадке объявляют сами участники игры в тарелку. Более того, игрок может объявить нарушения самому себе. И это происходит не так уж редко. Как следствие, на чемпионатах разного уровня, вплоть до чемпионатов мира, нет судей. Цель игры – донести пластиковый диск фрисби до зоны соперника и поймать его там. Тогда это засчитают голом. «В России набирает популярность «Алтимат» на песке. И нам было немножко обидно, что чемпионат России проходит побережье Волги. И мы решили, почему бы нам не сделать в Анапе, где ласковое море, солнце и очень мягкий песок. Почему бы не сделать здесь фестиваль? В течение пяти дней фестиваля будет проходить шляпный турнир, конкурс, открытый мини-турнир по пляжному футболу, вечеринки. Для участников и гостей фестиваля организаторы приготовили много новых интересных мероприятий. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.